Античный мир Нам кажется, что мы живем в век чудесных машин. Но точно так же, 2000 лет назад, восхищался хитроумными механизмами античный мир. Эта забытая ныне эпоха открытий была первым веком машин. Технологии древних цивилизаций. Автоматические устройства Древняя Греция восхищает нас уже много веков. Тогда человеческий разум освободился от ежедневных забот, чтобы подняться к новым вершинам. Это было время расцвета науки, искусства и философии. Новых идей, которые греки предложили всему миру. А центром мира в этот чудесный период был великий город. Расположенный не в Греции и не в Италии, а здесь, на египетском побережье, Александрия. Пока римляне размышляли о войне, о греке, о философии, здесь думали о самой мысли. В этих залах когда-то отдавались эхом шаги Платона, Аристотеля, Архимеда. Но здесь бывал и еще один менее известный человек. Он не был философом или поэтом, он был изобретателем. И оказался в шаге от того, чтобы начать промышленную революцию 2000 лет назад. Тогда его называли механикос, человек механизмов. Но нам он известен как Герон Александрийский. Мы живем в индустриальную эпоху, окруженные машинами. Вероятно, будущие поколения будут говорить о нас именно как об изобретателях машин. От автомобилей и самолетов до компьютеров и роботов. Но не мы первые стали мечтать о механических слугах и устройствах, удовлетворяющих все наши потребности. Еще Аристотель воображал мир, где ткацкие станки не нуждались в рабочих, арфы играли сами по себе, ремесленникам не нужны были помощники, а господам – рабы. Это было почти что предвидение современного мира. Но Герон пошел еще дальше Аристотеля. Он не просто мечтал о машинах, он строил их. Герон создавал свою эпоху машин, конструируя устройства, поражающие нас и сегодня. Герон жил в Александрии в те времена, когда это был самый космополитичный город мира. Столица легендарной царицы Клеопатры Александрия была мозгом античного мира. Величайшие умы приезжали сюда со всего мира, чтобы торговать ценнейшим из товаров. Не золотом, рабами или зерном, знаниями. Эти улицы две тысячи лет назад были средоточием разума. Над этим заливом сиял огонь форосского маяка, одного из семи чудес света. А стоявшие на якоре торговые суда проверялись чиновниками, следившими, чтобы никто не вывез контрабандой из Александрии свитки с драгоценными знаниями. Банком этих знаний была Великая Библиотека. В ней было собрано все, написанное греками, римлянами, египтянами и не только ими. Залы были забиты свитками по математике, философии, географии и истории, сражавшимися за место с пьесами, баснями, песнями и стихами. Едва ли хоть что-то из этих произведений уцелело до наших дней, и мы лишь смутно представляем себе сокровища, хранившиеся когда-то в Александрии. Но мы точно знаем, что среди них были чертежи удивительнейших машин. Великая Библиотека Александрии была средоточием знаний античности. Это была лучшая, самая большая библиотека Средиземноморья. Если вы искали какую-то книгу, всегда был шанс, что вы найдете ее в Александрии. При библиотеке было учреждение, называвшееся Мусеион. Непривычное нам музей с экспонатами за стеклом, с огромным хранилищем. А место, посвященное музам. Место, где размышляли, обсуждали, изобретали. Многие ученые Мусеиона создали величайшие, схранившиеся в библиотеке книг. Одни посвятили свои усилия попыткам понять, как устроен мир, другие — изобретению и постройке машин. Именно здесь Герон начал работать над своими необычными творениями. До наших дней ни одна из его машин не уцелела. Да и о самом ученом мы знаем немного. Но Герон написал несколько трактатов о постройке машин и копии некоторых из них дошли до наших дней. Они открывают окно в его волшебный механизированный мир. Копию книги Герона можно найти в одном из крупнейших хранилищ знаний современного мира — Оксфордском университете. Это редкий документ, дающий возможность бросить взгляд на поразительный мир древних машин. Оригинал бесследно исчез. Но копия XVI века возвращает нас прямо в мир Герона. На этих страницах великий механик описывал свои изобретения и указывал, где их можно обнаружить. Одни были предназначены для дома, например, для развлечения на перах. Другие жужжали и лязгали в театрах, производя необычные спецэффекты. Но большая часть машин Герона стояла в непривычных местах. В храмах. В таком космополитичном городе, как Александрия, множество религий соперничали между собой за внимание прихожан. Сейчас здесь главенствует ислам. Но две тысячи лет назад тут исповедовали много различных религий. Храмы древней Александрии предлагали утешение и наставление от целого сонма странных и архаичных богов. Многие египтяне, как и некоторые эмигранты, поклонялись древним египетским божествам, которым уже тогда было более трех тысяч лет. Даже греки не рисковали оскорблять таких богов, как Исида и Осирис, смотревших с вершин святилищ со времен фараонов. Бок обок с египетскими стояли храмы греческих и римских божеств. А рядом с ними поклонялись странным богам с окраин Римской империи. Каждому храму для выживания были нужны преданные прихожане и деньги. В античном мире соперничали между собой разнообразные культы. Римские, греческие, египетские, культы политических лидеров, разнообразные их сочетания. Так что если у вас есть что-то, что привлечет внимание и даст вам преимущество в этой конкурентной борьбе, то ваш храм привлечет больше людей. Иначе говоря, всем этим жрецам была нужна магия. Ее и предоставлял Герон. Одно из своих устройств он называл просто «машина номер 37». Мы назвали бы ее автоматическими дверьми. Идея была блестящей в своей простоте. Когда жрец и его паства приближались к храму, двери волшебным образом раскрывались, приглашая их внутрь. Остановившись перед огромными закрытыми створками, жрец театрально выступал вперед и зажигал огонь на алтаре, под которым располагались невидимые, ожидающие пастве, трубки и грузы. Вода незаметно наливалась в емкости, которые служили противовесами, приводившими огромные двери в движение. Тем временем у входа жрец совершал последнее жертвоприношение, в то время как огонь приводил в действие скрытый механизм. А когда противовесы наполнялись водой, двери медленно раскрывались, как будто боги были удовлетворены жертвами. Фантастическую картину дополняли звуки фанфар. Скрытый механизм гнал сжатый воздух через трубы. Для Герона это была простая механику, а для верующих – настоящее чудо. Сильнее поразить их было сложно. Есть сведения, что такие автоматические двери были даже в знаменитом храме Артемиды в Эфесе – одном из чудес света. Шеффилд, Англия. Впечатленный работой Герона, Стив Пул, кинетический скульптор, создал уменьшенную модель, показывающую, как работали такие двери. Наполненный воздухом цилиндр нагревается пламенем. Воздух внутри него расширяется и через трубу поступает в красную канистру с водой. Горячий воздух выталкивает воду в другую емкость, которая постепенно заполняется. В механизме используется противовес. Так что, когда одна емкость заполняется и опускается, другая поднимается, заставляя двери открываться. Эта машина была простой, но очень эффективной. И она демонстрирует, что Герон владел силами воды, огня и воздуха. Когда на жертвеннике огонь затухал, воздух остывал и засасывал воду обратно, так что противовес поднимался и двери закрывались. Герон построил для храмов множество машин, в том числе механические движущиеся фигуры, которые совершали жертвоприношение, когда на алтаре зажигался огонь. Конечно, одно дело убедить людей зайти в храм, и совсем другое – заставить их расстаться с деньгами. А деньги были ключом к успеху религии. Как заставить людей потратиться и как собрать монеты? На эти вопросы у Герона тоже были ответы. Вот первый из них – автомат по продаже святой воды. Это был первый торговый автомат, принимавший монеты. Когда люди входили в храмы, они должны были омыть руки освященной жрецами водой. Но освящение и продажа воды отнимали у жрецов немало времени. Поэтому Герон изобрел машину, облегчавшую им жизнь и к тому же более эффективную. Когда прихожанин опускал в щель монету в одну драхму, автомат точно отмерял чашку дорогой, но зато освященной воды. Для прихожан это было чудом. А на самом деле падающая монетка приводила в действие рычаг, который открывал клапан и пускал в воду. Для тех, кто видит устройство насквозь, это небольшая техническая хитрость. Но для прихожан это было настоящее чудо. Решая проблему жрецов по продаже святой воды, Герон изобрел торговый автомат на 1800 лет раньше, чем был запатентован первый его современный аналог. Помогали привлечь верующих и другие чудесные устройства. Копия одного из них была представлена на выставке античной техники в Афинах. Этот волшебный механизм — греческий умный кран. Как только вы зачерпнете чашкой воду, сосуд автоматически вновь наполняется до заданного уровня. Вероятно, это устройство и было источником вдохновения для водяного автомата Герона. Возможно, эксперименты с чудесными водяными машинами натолкнули на идею другого изобретения. Первой в мире пожарной машины — передвижного водяного насоса для тушения пожаров. И вот этого — никогда не пересыхающего волшебного фонтана, выстреливающего воду через сопло при помощи сжатого воздуха. Магия для посетителей храмов, жаждавших чудес, но чистая наука для самого изобретателя. Пожалуй, я восхищен Героном из-за его увлеченности волшебством науки. Я имею в виду, что многие его творения называют игрушками, но в них есть и частицы магии. Он много написал о том, что уже использовалось в технике, но для него важнее было понять, почему вещи работают тем или иным образом. Поэтому он, мне кажется, таким поразительным человеком. Воздух идет сюда, давя сверху на воду, и струя воды бьет из этой трубы. А потом вода снова попадает в эту трубку, и получается питающий сам себя фонтан. И это работает. Сегодня сложно представить, что эти молчаливые руины когда-то были заполнены волшебными машинами, творившими то, что пораженной публике казалось чудесами. Это были огромные храмы, одни из богатейших и величайших в античном мире. Механизмы Герона усиливали ощущение великолепия, восхищения и безмолвный восторг верующих. У Герона было еще одно приносящее деньги приспособление для жрецов, причем куда менее честное. Оно создавало впечатление разговора с Богом. Это была машина, предсказывающая будущее. Люди нередко шли в храм для того, чтобы узнать что-то о своей судьбе. И они рады были заплатить хотя бы за смутный отблеск грядущего. Разумеется, те, кто приходили в храм, в котором стояло подобное устройство, не видели, как оно работает. В сумраке они видели колесо и механическую птицу. Заплатив положенную сумму, они могли задать Богу вопрос, ответом на который могло служить «да» или «нет». Поверни колесо, и птица либо запоет, либо нет. Божество дало ответ. Конечно, на самом деле, птицу заставлял петь не Бог, а искусство Герона. Птица пела благодаря расположенным внутри шестерням, блокам и веревкам, приводившимся в движение поворотом колеса. Если отсоединить одну из шестерен, это мог делать жрец, птица молчала. Пение означало один ответ, молчание противоположный. Жрец сам выбирал, какой подходит в данном случае. Это один из старейших видов надувательства с применением техники. А как же птица пела? Благодаря опускаемой в воду перевернутой воронке, присоединенной к свистку, издававшему трели, похожие на птичьи. Звук использовался во многих изобретениях Герона. От предсказательной машины до этого сложного органа, приводимого в действие ветряным колесом. Заставить устройство работать было сложнее, чем кажется. Херрифорд, Англия. Вот что обнаружил Ричард Уиндли, создавая свои музыкальные машины. Я пытался включить звук в свои работы, но это оказалось не так-то просто. Потом я наткнулся на упоминание о Героне и обнаружил, что его изобретения могут пригодиться в моей работе. Чтобы продемонстрировать придуманные Александрийцем изящные решения, Ричард воссоздал механическую певчую птицу, некогда украшавшую машину предсказаний. Сможет ли он заставить петь птицу Герона? Вот настоящий вызов. Найденные мной чертежи Герона и его довольно образные и возбуждающие любопытство записи дают представление о том, как он добился своего. Тут используется сифон. Аналогично устроен смыв в современных туалетах. В верхний сосуд наливают воду, и когда она достигает определенного уровня, сифон засасывает ее с большой скоростью. Быстро текущая вода выталкивает воздух вверх по трубам. Проходя через свисток, он производит звук, а также открывает и закрывает клапан, из-за чего движется клювик птицы. Это очень простая версия с одной единственной птицей. Но если бы давление воды приводило в действие целую стаю, шесть, восемь, десять птиц, эффект был бы просто поразительным, особенно для неразбирающейся в технике публики. А Герон строил и куда более сложные машины. Например, если вы поднимете яблоко с постамента этой статуи, то фигура Геркулеса выпустит стрелу в дракона. Спрос на гадальные машины Герона резко поднимался во время войн, которые происходили тогда довольно часто. Каждый хотел узнать, выживет ли он и его родные. Но Герон мог помочь не только предсказаниями. В Александрии он читал трактаты Архимеда, Ктесибия и Дионисия о постройке боевых машин. Вероятно, он мог изобрести механизмы, которые не просто предсказывали итог войны, но и помогали ее выиграть. Герон поставил свой талант на службу военному делу. Он уже сделал двери, фонтаны и музыкальные автоматы. Теперь он собирался механизировать сражения. Основываясь на работах великих греческих математиков, он описал боевые машины, которые были сильнее, быстрее, неустрашимее простых солдат. Смертоносные технологии, опередившие свое время на несколько веков. Дамфрисшир, Шотландия. Алан Уилкинс попытался воссоздать эти страшные устройства, используя их древние описания. Это греческая катапульта, но это необычное оружие. Это полибол, или многострел, прообраз пулемета. И он почти на две тысячи лет старше первой скорострельной пушки Гатлинга викторианских времен. У этого хитроумного оружия много уникальных характеристик. Это один из первых случаев применения цепного механизма. Стрела из него летела дальше и быстрее, чем у любого стрелка, а главное, он выпускал их одну за другой без остановки. Особый интерес к таким смертоносным устройствам проявляла римская армия, которой надо было защищать огромную границу империи. Это оружие давало серьезное преимущество. С точки зрения римлян, такие люди, как Геррон, могли удержать империю от распада. Здесь, на колонне трояна в Риме, можно увидеть автоматическую хироболисту или ручную катапульту. Она родом из Александрии, и известно примерно со времен Герона, возможно, он ее и изобрел. Алан Уилкинс сделал работающую модель. Это устройство копирует действия обычного лучника, но с куда больше силой. Это примитивный боевой робот. Длинная секция машины, аналог вытянутый вперед руки лучника. Двумя рычагами стрелок мог натягивать тетиву, зажатую между двумя металлическими крюками. После этого стальные пальцы отпускали ее, отправляя стрелу в полет с ужасающей силой. Разумеется, Александрия получила огромную поддержку. Во времена Герона это была римская провинция, и за подобными разработками, безусловно, стояли римляне. Они по-прежнему хотели использовать таких инженеров, как Герон, потому что знали, что они лучшие. Одни разрушительные машины использовались в битвах, в то время как прототипы других разрабатывались на будущее. Эти александрийские инженеры придумывали такое, что прошла пара тысяч лет, прежде чем мы это смогли реализовать. Они не ограничивали свою фантазию технологическими границами. Но Герон мог строить не только чудесные машины и осадную технику. он желал развлекать и выбрал для этого место, где могло происходить все, что угодно. Театр. Когда я смотрю на работы Герона, мне кажется, что он был безнадежно влюблен в театр. Он хотел бы выйти на сцену и устроить представление, а не просто писать технические трактаты, на которые никогда не посмотрит никто, кроме механиков. Его работа для театров была выходом к популярной культуре и простому народу. В античности театр для многих был центром жизни. Здесь люди могли пообщаться и познакомиться с новыми идеями. Древние театры, например, этот в греческом эпидавре, по-прежнему напоминают нам о том, как популярно было это искусство в античном мире. Театр был для греков тем, чем сейчас для нас стало кино, местом, где оживали мечты. Даже акустику театров тщательно рассчитывали, как в современных кинозалах, чтобы усилить производимое впечатление. В античности театры были исключительно важны. Их посещало много зрителей, ведь это был один из центров общественной жизни на протяжении нескольких веков. Постановки касались политики, культуры и даже религии. разумеется, публика, исправно посещавшая театры, не могла не привлечь внимания Герона, который любил производить впечатление на людскую толпу. Он знал, что может привнести нечто новое. Его умения, отточенные при постройке военных машин и храмовых иллюзий, могут преобразить театральную сцену, требующую чудес не меньше, чем храмы. Он начал создание театральных декораций, внушавших ужас своей способностью выезжать и уезжать со сцены. Афины, Греция. Это первое из механических чудес, которым Герон поразил Александрийскую публику. Профессор Каллигеропулус воссоздал их по оригинальным описаниям Герона. Для того, чтобы привести декорации в движение, использовалась сила тяжести. Этот механизм является прямым предшественником компьютеризированных декораций театров лондонского Вест-Энда и нью-йоркского Бродвея. Герон описывал механизмы и автоматы, которые являлись наиболее передовыми для своего времени. Он пишет о механических устройствах и автоматическом театре, где разыгрываются целые представления. Через отверстия в дне емкости в верхней части устройства песок сыпался на грузы и тянул их вниз. Привязанная грузоверевка была накручена на вал. Пока она разматывалась, устройство двигалось вперед. Но когда веревка кончалась, рычаг менял положение, груз поднимался вверх и устройство укатывалось обратно. Герон посвятил один из трактатов автоматическим театрам. Суть такого театра в том, что в нем все движется само собой. Слово автомат с греческого переводится как самодвижущийся. Герон постарался сделать механизм настолько маленьким, чтобы ни у кого не возникло подозрений, что внутри сидит человек и дергает за веревочки. Все это стало возможным благодаря простому валику с колками. На самом деле это одно из величайших изобретений Герона. Тщательно подобранное расположение крючков и веревок было аналогом программы современных компьютеров. Несомненно, какое-то время публика Александрийских театров была в восторге от движущихся декораций. Но, как отлично знал Герон, люди всегда ищут чего-то нового, что могло бы захватить их воображение. Он уже автоматизировал декорации. А как насчет актеров? Это будет следующий смелый шаг. Полностью автоматическая постановка продолжительностью более 20 минут, в которой сами по себе производились эффекты, двигались актеры и декорации. Он выбрал классическую кровавую греческую трагедию Навплей, рассказывающую о том, как царь Навплей мстит Аяксу, убившему в конце Троянской войны его сына. В начале пьесы 12 персонажей ремонтируют боевой корабль, и все они движутся без участия человека. Вся механика была скрыта под сценой. И публика была поражена и заинтригована тем, как слаженно двигаются деревянные фигурки. Иллюзию дополняли звуки и спецэффекты. Декорации менялись, а занавес падал сам, чтобы каждая сцена проходила с новым задником. А чтобы персонажи не сталкивались, действие происходило на разных панелях, которые по мере необходимости поднимались и опускались во время представления. Все это приводилось в действие системой грузов, веревок, песочных часов и высеивающих аппаратов. Источником энергии была сила тяжести. Срежиссировать столь сложную совместную работу отдельных элементов было невероятным техническим достижением. В сцене, где корабль попадает в шторм, Герон вселял страх в публику при помощи машины, издававшей раскаты грома. в кульминационный момент появляется богиня Афина, управлявшая в том числе и погодой. она делает так, что в Аякса попадает молния, он погибает и Навпли оказывается отмщенным. когда отгремели последние звуковые эффекты на первом представлении, публика несомненно застыла в изумлении от увиденного. Эта постановка была не меньшим чудом, чем то, что происходило на сцене. только волшебства не было. Гениальный математик смог заставить все механизмы сработать как надо, точно рассчитать массу всех противовесов, скорость вращения валов, верно подобрать время для каждого события. Эта задача не показалась бы легкой и современным инженером, что уж говорить о тех временах. все приводилось в движение вот этой воронкой. Перед представлением ее заполняли песком или зернышками. Постепенно высыпаясь, они запускали цепочку событий. По мере выпадения зерен противовес опускался, приводя в движение веревки и при этом поворачивая вал, который и управлял спектаклем. Он запускал программу, состоявшую из системы веревок на колках. Те или иные события на сцене происходили, пока разматывался кусок веревки. В определенный момент времени она отвязывалась, запуская то или иное событие. Например, вот этот вал начинал вращаться и дельфины прыгали в волнах. Таков был изобретенный Героном автоматический театр. Не просто набор веревок, крючков и валиков. Это был вариант программируемой машины, деревянного робота. В александрийских театрах, таких как этот, толпы зрителей ахали от изумления, когда в стоявшем на сцене странном механическом театре били молнии и гремели раскаты грома, многократно повторенные эхом. Театр был центром александрийской жизни. Под взглядами такой взыскательной публики можно было как завоевать репутацию, так и навсегда потерять ее. Конкуренция была очень велика, и про это нельзя забывать, говоря об устройствах, которые создавал Герон. Они должны были поражать публику. И хотя сейчас мы не знаем точно, как реагировали зрители, можно предположить, что это было похоже на первые сеансы звукового кино в 20 веке. Что-то, что заставит вас снова прийти в театр и запомнить имя изобретателя Герона Александрийского. Герон Герон умел развлекать и был страстным изобретателем. Хотя многие его машины должны были потрясать молящихся в храмах или театральную публику, делал он и механические игрушки, служившие простым домашним развлечением. Но одно из его изобретений могло навсегда изменить мир. Это небольшое приспособление не просто игрушка. Это прообраз парового двигателя, изобретенный Героном. Это странная машина паровой шар Герона. Первая паровая турбина. Ни один механический инструмент в античности не обладал такой скоростью вращения. Герону оставалось делать полшага до изобретения паровой машины. Он знал принципы действия пара и создал революционно новое устройство. Что могло бы произойти, сделая он еще один шаг? шагах я нагреваю эту емкость, чтобы вода внутри превратилась в пар. он пойдет по этим трубкам в шар, выйдет наружу через эти сопла и шар начнет вращаться. Тут было на что посмотреть. Герон научился управлять силой пара. Это было замечательное достижение. Это устройство могло начать промышленную революцию две тысячи лет назад. Чтобы создать настоящий паровой двигатель, Герону нужно было соединить свой паровой шар с тем, что он знал о поршнях. В 1721 году изобретение парового двигателя возвестило о начале промышленной революции, принесшей с собой массовое производство, скоростной транспорт и рождение эпохи потребления. Современный мир детища парового двигателя. Каким бы он был, если бы этот гигантский скачок был совершен Героном 2000 лет назад? Почему же величайшее изобретение Герона не произвело революции? Вероятно, он не увидел связи и считал это удивительное изобретение не более чем игрушкой. А может быть, все было циничнее. В мире, основанном на дешевом рабском труде, никому не были интересны облегчающие работу устройства. Каким мог бы быть наш мир, если бы мы не забыли Герона Александрийского и его чудесные изобретения? Если бы средневековые ученые не проигнорировали и не отвергли их? Если бы те, кто видел паровой шар, задумались о нем серьезно, они посчитали только лишь игрушкой и пустой забавой. Ведь изобретения Герона показывают, что он умел применять в своих машинах пар и понимал основы программирования механизмов. Это интересный вопрос. Читая труды Герона и его современников, мы видим, что они очень близко подошли к технологическому прорыву. Через одно-два поколения, благодаря паровому двигателю и другим, связанным с этим изобретением, могла бы начаться промышленная революция на два тысячелетия раньше, чем это в итоге произошло. Нам кажется, что мы находимся на переднем крае прогресса, но на самом деле, во многих отношениях, мы только начинаем постигать то, что было изобретено еще в античности. Две тысячи лет назад мир был куда более развит и сведущ, чем мы можем себе вообразить. В городах той эпохи механизмы творили чудеса. Эта эпоха долгие века оставалась в безвестности, и только сейчас мы начинаем узнавать ее заново. Какие еще древние открытия ждут нас? Какие были утрачены навсегда? ведь мы смогли лишь одним глазом взглянуть на чудесный мир Герона? Каким бы мог быть наш мир, если бы мы не забыли Герона Александрийского? на русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм. «Семья心» 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 died » Продолжение следует...